Товарищ участковый, я вам расскажу сейчас все как было. Надо как-то вопросы мирно решать. Вот как вы и сами убедились. Одна из благополучных семей. Сами все видели. То есть достаточно часто Алексей Юрьевич находится в таком состоянии? Часто находится в таком состоянии, если не сказать постоянно. А какие-то меры можно предпринять? Может быть на лечение принудительное? К сожалению, на принудительное лечение можем направить только суд, либо по его собственному желанию. Он не желает проходить курс лечения. Ну то есть пока, ну вот в целом эти профилактические беседы, вот такие походы, да, они дают свой результат? В течение этого года пока за ним преступлений совершенно не было. То есть так, ранее он совершал, привлекался к уголовной ответственности. Ну, что-то дает, значит. Профилактические обходы участковый совершает ежедневно. Участок у Александра большой, но несмотря на это он знает практически каждого. Неблагополучные жители состоят на особом учете и контроле. К таким домам со стороны службы участковых уполномоченных особое внимание. Александр с детства мечтал о работе в полиции. Примером для него в этом были дедушка и дядя. Он продолжил династию и ни разу не пожалел о сделанном выборе. Помогать людям предотвращать преступления – вот главные задачи для Александра Рулева, участкового уполномоченного Голицынского отдела полиции. Здравствуйте. Здравствуйте, Лидия Ивановна. Присаживайтесь, проходите. Что случилось? Даже проблема? Александр Юрьевич, я к вам по очень важному вопросу. Слушаю вас. Я, вы знаете, хочу проконсультироваться у вас, вот как быть в данной жизненной ситуации. У меня вот сложилась такая обстановка, значит, у мужа проблемы с бывшей женой. И я хотела проконсультироваться, вот как в этой именно ситуации грамотно себя вести, чтобы не было никаких конфликтов. Ну, однозначно, я понимаю, Фабричникова Александра Валерьевна и Михеев Юрий Николаевич, ваш супруг. Да, да, да. У вас вечная проблема, которая пока никак не может разрешиться, к сожалению. Ну, я как вам, что могу вам посоветовать со своей стороны? Естественно, не поддаваться провокациям каким-либо. И, соответственно, самим эти провокации не устраивать. Я очень хорошо знаю участкового Рулёва Александра Юрьевича. Он очень хороший человек, очень внимательный, очень грамотный специалист. И, как бы сказать, вот когда обращаюсь за помощью, всегда консультирует, ну, по всем вопросам. Я получаю ответы такие вот, которые именно мне необходимы. Я вот, ну, как бы сказать, прихожу даже не то, что вот как к официальному лицу, а вы знаете, вот как к родному отцу, вот честно говорю, очень, очень внимательный человек, очень тактичный такой, ну, как сказать, очень грамотный специалист и очень, вот именно как человек, очень душевный. То есть он очень внимательно слушает, он вникает во все проблемы. Он, его интересуют абсолютно вот, ну, как говорится, все наши тяготы и все трудности жизни. Выражение «служу закону, служу народу» вот непосредственно про Александра Юрьевича. Александр Юрьевич, расскажите, а вы всегда с самого детства мечтали о работе в полиции? Ну, тогда еще была милиция, а мечтал с детства, со школы. У меня были на то достойные примеры дядя мой Васов Сергей Иванович, который также проходил службу в милиции, дедушка. Также достойный пример, к сожалению, недавно скончался, но тем не менее. А вот все-таки вот тогда в детстве они вам какими казались и вообще работа в милиции? Сильными, мужественными, справедливыми. Утверждали закон и никогда каких-либо нареканий в их адресе я не слышал. Всегда только благодарности и хорошие отзывы. Но наверняка вы с ними говорили, с дедушкой, с дядей, о будущей профессии, о работе. И когда вы говорили о том, что тоже бы хотели продолжить их дело, они вас не отговаривали или, наоборот, вот верили, что у вас все, конечно же, получится, и вы станете достойным преемником? Они говорили так, будет очень тяжело и ты должен действительно этого хотеть, потому что работать спустя рукава не получится однозначно. То есть предупреждали своеобразным образом. Я сделал свой выбор и не жалею об этом. Никогда ни на минуту не разочаровались в той профессии, которую вы выбрали? Бывали минуты разные и времена, соответственно, бывали разные. Может быть, на каких-то эмоциях бывает и такое, бывает какое-то разочарование, но это только на эмоциях. Вы участковый полномоченный Голицынского отдела полиции. Вам верены в руки достаточно большая территория, население, люди. Ведь все-таки участковый – это в первую очередь общение непосредственно с людьми. Насколько вы любите вашу профессию, вашу должность и с какими трудностями вам приходится сталкиваться? Ну, трудность одна, так скажем. Это действительно большая территория и, соответственно, большой объем населения. Но по мере возможности я, конечно, стараюсь реагировать на все сообщения, на все заявления и доводить до определенного результата, естественно, законного. Общение с людьми, в принципе, мне нравилось всегда. Ну, соответственно, люди – это также источник оперативно значимой информации. Соответственно, интересно. В целом интересно. Ну, вы прям действительно всех-всех-всех знаете на своем участке? Ну, с кем сталкивался, знаю однозначно. Соответственно, если гражданин ведет нормальный образ жизни и ни с кем не конфликтует, то такой гражданин, скорее всего, мне не знаком. Но по мере возможности в любом случае ведется отработка административного участка постоянно, по квартирной обходу также постоянно. Соответственно, визуально знаю практически всех. Александр Юрьевич, ну, понятно, что добропорядочные граждане, которые не совершают правонарушений, они, конечно же, любят, уважают участковых, да, всегда хорошо о них отзываются. Но мы сегодня опрашивали не совсем благополучных, да, и они тоже достаточно уважительно к вам относятся. И действительно, вы вот для них какой-то пример, да. Вот как этого удается достигнуть, тем более вы достаточно молодой еще сотрудник, и всегда, ну, зачастую приходится работать с более старшим поколением людей. Вот как с ними удается достигнуть компромиссов и все-таки как-то ввести их в правильную сторону? Каждому нужно, естественно, найти свой подход и действовать в рамках закона. То есть не принимать чью-то сторону, а объективно рассматривать. Расскажите о вашей команде. Команда довольно хорошо слажена. В принципе, все профессионалы, кто-то пришел недавно, но учится, у всех есть стремление. Если человеку не интересно, такого человека видно сразу и долго здесь он не задерживается. Неделя-две. А так, в принципе, коллектив сформировался и уже на протяжении длительного времени осуществляет свои обязательства. Но вы ведь не просто коллеги, вы ведь не просто вас связывает служба в одном отделе. Естественно, и так и должно быть. Потому что есть и свободное время, в которое мы также встречаемся, общаемся. И не только по служебной необходимости, а на различные темы. Вместе можем отдыхать. Потому что коллектив, рабочий коллектив, это в том числе и семья. Александр Юрьевич, плохо тот солдат, который мечтает стать генералом. О чем вы мечтаете? Ну, естественно, я хочу повышение по службе, естественно, хочу расти дальше, набираться опыта. Но все приходит со временем. Соответственно, думаю, что когда-нибудь буду достоин следующего этапа в развитии своей карьеры. В Голицынском отделе полиции проходит службу 12 участковых уполномоченных полиции. Об одном из участковых уполномоченных полиции, а именно о рулеве Александра Юрьевича, хотелось бы рассказать о том, что Александр Юрьевич является достойным сотрудником полиции, который пользуется уважением авторитетового населения, обслуживает участковый и уполномоченный участок улицы Советской города Голицына, пользуется среди населением города уважением, нареканий к его исполнению служебных обязанностей нет. Данный сотрудник был поощрен правами начальника управления Школкина Алексея Васильевича по итогам работы за 2015 год. Ну, если сказать про работу участкового уполномоченного полиции, то есть это, я считаю, та служба, та должность, которая непосредственно ежедневно соприкасается с гражданами на обслуживании территории, который работает с заявлениями, с обращениями. И данный сотрудник должен и готов всегда прийти на любое сообщение, на любое обращение гражданина. Дмитрий Васильевич, но все-таки можно сказать о том, что профессия полицейского, в данном случае непосредственно участкового уполномоченного, пользуется популярностью среди молодежи, и сегодня молодые люди довольно охотно идут на эту должность? Ну да, можно сказать, что за последние 2-3 года профессия полицейский стала актуальна среди молодежи. То есть ежедневно, можно сказать, еженедельно приходят кандидаты на службу, которых мы направляем в кадровые подразделения для оформления на службу. И, как вы видели по Голицынскому отделу полиции, что 80% личного состава – это молодые люди, которые работают и находятся на службе непродолжительный срок. А все-таки, чтобы стать полицейским, какими качествами нужно характера обладать? Ну, в первую очередь, чтобы стать участковым уполномоченным полиции, нужно, чтобы молодой человек имел высшее юридическое образование, чтобы был физически развит, чтобы мог создать физические нормативы, чтобы мог задержать преступника, оказать помощь гражданам, ну, чтобы то же самое обладало определенными качествами, которые присущи в сегодняшнее время требованию полицейского, современного полицейского сотрудника. Служба участковых уполномоченных Голицынского отдела полиции славится дружным и сплоченным коллективом. Сотрудники всегда готовы прийти друг другу на помощь. Они друзья по службе и дружат в обычной жизни. Часто собираются вместе, выезжают на природу. И тут уж без гитары не обойтись. В поделке форме уж давно не новой Сидит себе, мечтает куча стволы, Что эта тишина задержится слегка. Ночь коротка, цель далека, Ночью так часто хочется пить. Ты выходишь на кухню, но вода здесь горька. Ты не хочешь здесь спать, ты не хочешь здесь жить. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты. Доброе утро, последний герой. Здравствуй, последний герой. Доброе утро, последний герой. Доброе утро, последний герой. Таким, как ты. Доброе утро, последний герой. Доброе утро, последний герой. Субтитры создавал DimaTorzok